Мое тело, мое дело. Девиз сторонников бодипозитива. Течение это относительно молодое, хотя первая попытка отстоять комфорт вопреки стандартам красоты была сделана еще в конце 19 века. Тогда девушки наконец-то смогли снять жесткие корсеты, сдавливающие внутренние органы. Сегодня бодипозитив пошел дальше. С обложек модных журналов на нас смотрит Винни Харлоу, страдающая от витилига, нарушение краски кожи, Мила Йовович, противница эпиляции и увеличение груди. Тесс Холли, да и все ее 130 килограммов и кореянка Лиджи, которую часто путают с мальчиком. Я никого не сужу, и если люди считают, что им так удобно, то, наверное, это их право. Но лично я не сторонник бодипозитива и считаю, что я за собой ухаживать должна и держать какую-то форму. Все должно быть в меру, и формы должны быть аппетитные. Люди красивы во всех своих проявлениях и ни в коем случае не надо стесняться своей телой, и люди могут делать с ним, что захотят. Ну, если это никому не вредит, в том числе и самим людям. Нет, мы все-таки придерживаем правильного питания, посещаем спортзал, правильно? Вот, и ведем здоровый образ жизни. Менчанка Ольга Коломакова недавно отпраздновала 40-летие, но вместо того, чтобы думать о приближающейся старости, решила круто изменить свою жизнь. Прошла обучение в школе модели, стала дефилировать на подиумах, сниматься в рекламе одежды, приняла участие в конкурсе красоты, попробовала себя в кино и раз и навсегда влюбилась в себя и свое тело. Я никогда не была стройняшкой, у меня всегда были какие-то комплексы, что мне надо было худеть. Я также носила длинные всякие балахоны, кардиганы, прятала свою фигуру, но теперь я понимаю, насколько я была глупа, что тогда я действительно выглядела прекрасно, ну и сейчас тоже. Я ношу 56-й размер, но, естественно, я не позволяю себе какие-то обтягивающие футболки, открытый живот, просто правильно подобранная красивая одежда, и женщина, девушка будет выглядеть прекрасно. Но, как вы уже поняли, бодипозитив – это не только провес. Это социальное течение учит любить свое тело независимо от цвета кожи, формы, размеров или роста. Это 187 сантиметров харизмы. Это про мячанку Татьяну Молыш. Она успешный логист и просто счастливая женщина. В качестве хобби играет в баскетбол, интересуется историей и кинематографом. Своего роста Татьяна никогда не стеснялась, хотя он иногда мешает. Короткие спальные полки в поездах, мало места для ног в самолетах. Но разве это повод, чтобы обрастать комплексами и не любить себя? Бодипозитив – это умение принимать себя естественными, без прикрас, со шрамами, растяжками, неровными зубами, ограниченными возможностями. Последствиями операции или болезней – это способ самовыражения, декларация личного комфорта и права на обычную жизнь. Люди, которые перенесли операции, например, и у них стоит, например, на горле, вот есть такие стомы, вот ставятся, они не выходят на улицу, потому что общество осуждающе смотрит. Кто-то даже вслух говорит о том, что это стыдно выходить в таком виде, зачем вы шокируете наших детей, и нас, никто никого не шокирует. Человек имеет право жить, как бы он ни выглядел, и как бы не выглядело его тело. Человеческая психика такова, что нам не всегда подвластны какие-то изменения нашего тела, и человек, пытаясь получить свою значимость в обществе, пытается себя в эти рамки тем не менее вгонять, и получаются очень серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и с психическим, и с физическим. Бодипозитив – это очень здоровое движение, которое поддерживает самооценку человека и позволяет выйти за рамки, навязанные обществом. Но оправдывать этим, например, свою пищевую безграмотность или неухоженность – тоже неверно. Ведь пока мы живем в обществе, стоит помнить простое правило – моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте просто любить и уважать себя и друг друга. Катерина Олесьевич, Олег Шенкевич. Наше утро.